Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 до школы и в школе. Семьи, подчеркиваю, у нас семью никто не поддерживает. Мы об этом говорили много, это совершенно точно. Выявление и развитие специфических интересов и наклонностей. А мы, как мы видели с вами, интересы существуют. Получение аттестата о среднем образовании, с тем, что было в дальнейшем, ну, по-разному называется в разных странах, с тем, что было в дальнейшем, можно было продолжать обучение, а не просто быть выделены на срок. Шаг 2. Обучение после школы профессиональной ориентации. Обучение в традиционном высшем учебном заведении инклюзивным методом или, если это невозможно, а это часто для убийств, невозможно, специализированном учебном заведении по учению профессии в итоге. Шаг 3. Содействие в поисках работы на обычном рынке труда, на обычном, не инвалидизированном, а совершенно обычном лейбомарке. Рынке труда в процессе обучения по окончании обучения, организация связи между заинтересованными работниками предприятиями и учебными заведениями, курирование нового работника на протяжении устройства на работу и работы в дальнейшем. Теперь о том, что происходит у нас. Просто глаза вам не надо открывать, вы понимаете, о чем идет речь, но просто, чтобы это было буквально понятно, прописано, чем нужно бороться. Итак, наши препятствия. Первое препятствие. Это школьные учреждения и школы. Первое. Недостаточная подготовка специалистов. От всех отошли. Они просто не знают, как обращаться с такими людьми. И точно так же, как не специалисты, принимают это как страны. И, в общем-то, что мамаши хотели. Б. Позднее диагностирование подобных расстройств у детей. Во всем мире диагностика уже полгода возможна. То есть до двух лет диагностика обязательно. Если мы говорим о синдроме Аспергера, высокофункциональном отписи, то есть неврожденных состояний зачастую, то в раннем возрасте, в дошкольный период диагностик осуществляется в обязательном порядке. У нас зачастую не знают люди вообще о том, что у ребенка их как-то специфически больно, и ему можно помочь. Дальше. Психология, педагогическая поддержка до школы и в школе носит поверхностный характер. Это очень мягко сказано. То есть дети тратят деньги на психологов, которые посещают с ребенком вне школы. Но это тоже неэффективно, психологи тоже не готовы к числу. Дальше. Психология, педагогическая помощь родителям отсутствует. Абсолютно. Дальше. Получение тестата затруднительно для учащихся с дизлексией, дисграфией, дискалькулией из-за уравнительных требований ГИА и ЕГЭ. Человек может иметь нормальный интеллект, но он не в состоянии написать или посчитать в том ключе, который ему предлагается сейчас в этих экзаменах. Нет гибкости, нет индивидуального дифференцированного подхода. Обучение после школы совсем страшно, потому что, вы можете увидеть, среды адаптивной не предусмотрены в обычных учебных заведениях, потому что не знают вузы о том, как работать с аутистами. Я так думаю, потому что я не сталкивалась с тем, чтобы были какие-то рекомендации на этот счет в нашей стране. Психология и педагогическая поддержка людей по окончании школы не предусмотрена. Специализированные, профессионально ориентированные учебные заведения для людей с высококонациональным аутизмом отсутствуют. Теперь, работа. Вы можете просмотреть, что у нас работает. Нет взаимосвязей с предприятиями и учебными заведениями. Руководители по предприятию не знают, что такое люди с расстройством аутистического спектра и боятся этого, конечно, состояния, чтобы принять их на работу. Поиск работы осложняется тем, что молодежь не имеет эффективных алгоритмов социального взаимодействия. Этому нужно учить. Им все нужно познавать алгоритмически. Что же ждет таких людей? Таких людей ждет следующая ситуация. Закончил школу, получил бумажку в окончании школы, свидетельство, которое ничего не значит, с ним поступать никуда нельзя. Возникла абсолютная изоляция от общества. Человек оказывается в собственном мире, мир достраивает его сознание. Появляются галлюцинации, появляется диагноз шизофриноподобное расстройство, потом через некоторое время шизотипическое расстройство, через некоторое время диагностируется шизофрения, для человека закрываются абсолютно все двери, он оказывается инвалидизирован, стационирован. В итоге его ожидает или ранняя смерть, или же даже думать дальше страшно. То есть это факт. Мы таких людей на улицах не видим. Такие люди в больнице находятся. Это точно совершенно. Представьте себе на секундочку, что дядя Эйнштейна в один прекрасный миг не заметил, что у мальчика способности к физике. А мальчика бы погоняли из школы, потому что он не умел считать и писать. Что бы тогда, где бы мы по этой теории относительности находили? А если бы вдруг забили до смерти синдрома морфана Ганса Кристиана Андерсона, который не умел писать, и его редакторы плевались направо-налево, где бы мы эти сказки прочитали? То есть если вовремя не поймать этого человека, если его не вывести, то мы очень-очень много можем потерять, хотя бы в этом смысле. Предлагаю вам по мероприятию утопичен, может быть, сейчас, но он единственно возможен для того, чтобы поднять этих детей и чтобы получить от них пользу обществу. В 12 пунктах попытаемся изложить, что это. Быстро излагаю принимать с утопами. Я очень быстро. Вот посмотрите, пожалуйста. Первое. Поготовка специалистов для обеспечения психолого-медико-педагогической поддержки. Понятно, да? Мы об этом постоянно говорим. Второе. Деагностирование детей в наиболее раннем возрасте и подключение сразу же служб к тому, чтобы поддерживать его ребенка. Третье. Создание обязательных для посещения школ для родителей. Обязательно посещать школу. Они не понимают, что они теряют. Их нужно обвязывать. Дальше. Применение индивидуально дифференцированного подхода. Естественно, индивидуальная программа. Об этом мы тоже говорили. И легко просто просмотреть. Сквозная поддержка на протяжении всей жизни ребенка. Дальше. Всестороннее изучение особенностей ребенка, имеющего подобное расстройство, выявление его одаренности и склонности. Следующий. Пересмотр. Мероприятие дистанционное для того, чтобы был индивидуально дифференцированный подход, и дети имели возможность поступать в дальнейшем в высшее учебное заведение и профессиональное училище. Следующее. Создание специальных образовательных учреждений автоскул, то есть те учреждения, где детей готовят к освоению новой профессии. Дальше. Разработка методических рекомендаций по взаимодействию работника, имеющего расстройство подобное с будущими коллегами. Предоставление предприятиям-работодателям государственной поддержки, мотивирования к тому, чтобы они брали на работу таких людей. Очень на Западе это работает отлично. Дальше. Организация предприятий социального заказа на конкретного работника. Одна вакансия, один человек. Они уже знают, кого они получат. Оплачивают им обучение, если такая облада невозможна со стороны государства. Следующее. Подготовка будущих работодателей к приему на работу подобных людей и коллег, к тому, чтобы с ними общаться. И, наконец, адаптация рабочей среды и технологических процессов на предприятиях для будущих работников со устройствами ауристического спектра. Вот предлагаемый перечень предприятий. Выводы вы можете прочесть на экране. Они понятны, нужно что-то делать. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо за внимание. Проблема у письма, спасибо, я тоже большое внимание. В последние 2-3 года, насколько я знаю, вот эта проблема является очень важной в России. И в Москве в апреле-майе прошлого года был сколково международный конгресс. Было столько людей, и там вообще огромный зал, не замещал. То есть вот только-только сейчас осознаете вам эту проблему. Спасибо большое за приклад. Спасибо. Здесь сейчас готовы, да? Капов Андрей Леонидович, аналитик в лаборатории инфицированного образования Балтийского спирального муниципального муниципального муниципального. Кто следующий докладчик, поднимаем руку. Кто к сектору готовился и готовил доклады. Нету факторов. Капов Андрей Леонидович, это юбиле Бабой, конспирантка педагогического факультета ЛГУ пишет биссертацию по проблеме подготовки учителей для гензиного обыкновения. Все правильно. И уже вчера мы за рюмкой чая узнали, что есть гензинка. Гензинка, гензинка, слишком гензинка была большая. Как раз Андрей продемонстрирует, во-первых, что существует инцидента Гензинка, который нам озвучивает все содержимое экрана. То есть получается, что доступно все, что в виде текста. Одно могу сказать, что PDF в основном не читает, но в основном читает хорошо, но если даже что-то не читает, то можно переконвертировать, и текст в принципе тоже доступен. Не доступна графическая информация, но само собой. Хотя существуют такие уже оборудования-принтеры, которые выводят этот самый текст в рельефном формате, и тоже можно передавать те же темы, планы, какие-то вещи. И потом еще, это у меня уже лично взялась такая идея, существуют такие типа конструкторы какие-то, как называется он с Андреей, ориентир, графика. И вообще этот набор состоит из таких полосок, треугольников, квадратиков, кружочков. И из них тоже можно каким-то образом изящим человеком в магнитной доске эти все штучки. Из них можно выстраивать схему, которую мы хотели бы передать изящим человеку вполне. В общем, все это вполне решаемо. Я думаю, что было бы только желание. И кроме того, как уже мы до этого говорили, вот эту информацию текстовую с экрана можно переводить в рельефно-точечном формате. Это по системе Брайля. То есть существуют браильские дисплеи разных моделей, фирм. И по количеству символов, начиная с самой маленькой 12, заканчивая 80 символами в ряд. И все это можно, в принципе, прочитать. Кто владеет Брайлем, это тоже очень удобно. Сейчас Андрей все это покажет. Да. И... А потом я буквально могу в двух словах рассказать о возможностях мобильных средств на условии Android и iOS. Да, Андрей? Ну, синтеза... Смотрите, у нас есть по системе Брайля, он сейчас здесь. То есть мы можем посидеть его по залу, посмотреть, как это приблизительно работает. Вы видите здесь точки, которые... Их по 8 точек на каждой клавише. Вообще 6, а нижние они как бы... Это международная как бы модель. Вот. И эти точки, они могут меняться. То есть они выскакивают. Давайте я просто опущу, а это не Москва. Пусть так, пусть так. У нас не имеется в порядке. Оборудование развития в округе. Поиск, правда? Наверное, чуть медленнее, да? То, что система Брайля состоит из шести точек. И комбинации, различные комбинации этих шести точек представляют как определенный символ. Знак, вплоть до химических, и нотная грамота тоже. Она излагается в таком виде. Вот пока народ смотрит в... Вообще этот текст, он может как вот с интернатором, и тут же параллельно идет на... По системе Брайля. То есть можно читать. Так, я пока, наверное, пока народ получил, не смотрит, рассказала о том, что мобильные средства. Как ты делаешь, правильно? Чтобы экономить время, да? Мобильные средства тоже так же дают возможность в виде текста, например, получать информацию. Так, что у меня тут? Так, ну вот, электронная почта, интернет. Интернет еще даже мне вот больше даже нравится, чем иногда в компьютере. Но, имеется в виду, не все, конечно, а что-то. То есть абсолютно все доступно. И можно читать книги, слушать, слушать аудио книги, тексты. То есть электронная почта, интернет, как я сказала. И, кроме этого, навигаторы, их можно использовать. Можно... Замечательные программы, такие как транспорт, узнаватель, какой у вас приближается. Это в Москве, по крайней мере, очень хорошо работает. Например, есть Яндрис-Город, который может показать, какие у нас есть объекты, такие доступные. То есть торговые центры, допустим, кафе и так далее. Это помогает ориентироваться. То есть вообще... То есть те программы полезные, которые существуют, в большинстве своих сейчас становятся доступными и незрячим людям, которые очень и очень облегчают нашу жизнь. Ну, наверное, все. Я сказала, по-моему, все, что можно было. Звук. Верните звук, хочется. А вот, например, отдайте электронную почту какую-то. Звук. 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 На точечном изображении. Для изучения программного обеспечения персонального компьютера, ПК. То есть это вот обычный год. Брайловский дисплей, он необходим иностранный язык, математика. Сложно выйти, иногда приходится подключить голосом, понять, как пишется слово. Верный пакет программы Microsoft Office, которая включает все средства для обработки текстов? Это вот у вас. Табличный. Значит, обучение как происходит? Тут Сандема как-то зазлалась на меня, он больше знает. Я на самом деле давно уже знаю намного меньше многих. Изучаю в основном только то, что мне нужно под рукой. Когда ко мне приходят ученики, я их учу пользоваться компьютером. Не пользоваться отдельными программами. Чтобы они взяли компьютер и смогли сами разобраться в программе. Ну, что нам почти недоступно сейчас, то есть доступно, но почти невозможно научить, это интернет. Там нет единых стандарт. Вот это угнетает. Сейчас я попробую открыть что-нибудь. И это печать по верху. Темп. Темп. Просмотр элементов списка. И. И. Internet Explorer. Y. А. Новая вкладка. Запрос. Редактор. Запрос. Редактор. Русская. Т. Т. М. В. Е. Р. Д. Т. Пусть. У. У. Пусть. Р. А. В. О. Д. Продел. В. М. О. Р. Е. Точка. Я. Эл. Э. А. Новая вкладка. Найти кнопка. Температура Волома Уриялка. Яндекс. Нашлось 2 миллиона ответов. Яндекс. Температура Волома Уриялка. Яндекс. Нашлось 2 миллиона ответов. Восемь пластей. Пятнадцать. Интересно. Сколько же температуры в Одессе? 2 миллиона. Вот. Значит, какая сложность работы в интернете? Найти кнопка. Расширенный поиск. Кноточная не свернута. Значит, постоянная разметка. Это по ссылкам двигаться там. Если страница не размечена, есть специальные клавиши еще. Если страница никак не размечена, то по странице приходится двигаться с 3 миллиона. Банер. Найти в поисках. Если вы видите справа, слева, посредине, внизу, вверху, у нас все это идет в один столб. Ссылка. 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 Маркет. Еще. Найти в пустое. Дополнительные информации о запросе. Исправить. Ссылка. Основной. Ссылка в Уриалте сейчас. Температура в Уриалте. Олд 1. Температура в Уриалте. Яндекс. Нашлось 2 миллиона ответов. Любовь. Подкладок пусто. Подачи запросов. Ссылка. Ссылка. Ссылка в Уриалте. То есть интернет доступен. Все доступно. Средства связи любые доступны. Вот скайпы у меня там. Ссылка в Уриалте. Стандарт слепые доступы. Режим ограничений. Скайп. Троте Марксин. Тринекс. С 0 4. Скайп. Все контакты искали. Невский Бюрик. О. Иван Бураптенов. Горак. Димитрий. Димитров Аликс. Непрочитанные сообщения. ЛТВ Элоджин. О. 1024. ВАСИТИ. С английским языком. Натулей. О. 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 Нев. О. О. Наверное, достаточно. То есть в принципе тут объясняет много разных . Нет, я думаю, что если кому то более подробную Мы всегда будем на связи и готовы помочь поддержать методическими способностями разработками и сами можем консенсировать. И поэтому думаю, что… В.П. Да, по скайпу это вполне доступно и общепринято. В.П.: Отпорка с вопроса хочу сказать, что под руководством будет вебинар про инклюзивное образование незрячих студентов. Правильно? Когда вы запланируете? В.П.: 25.19.200. В.П.: 25.00 и в.П.: 14.00.00. В рассылке получше сообщение, когда в Центре Майя Егорова заманит в жизнь Акутского, точнее, Северо-Восточного Университета и Рощина, будет ввести такой вебинар. А, кроме того, Андрей Леонидович тоже подключил, то есть министр сделал таких важных вебинаров по обучению незрячих студентов. Вопрос, да, Екатерина спрашивает. Екатерина. Есть такая проблема в том, что сайты недоступны для незрячих людей. Проводили ли вы такой анализ, может быть, согласно существующим требованиям КАП, если проводили, то можете ли вы сказать приблизительно, какое количество, по процентам, может быть, в частном отношении, какое количество ресурсов требует доработки, требует пересмотра? Все требуют доработки. Значит, какая проблема? Обновляется? Вот на Яндексе работал. Сегодня недоступно, а завтра недоступно. Да. Они по несколько раз в неделю его обновляют. Есть кнопки, графики, нарисоводы, и опять вам помогли. Нам-то недоступно. Можно сказать, что мы сегодня прекрасно сделаем, а завтра встаем? Гугл на Афринал 5. Гугл на Афринал 5. Он почти никак. То есть какие-то пункты доступны, а какие-то не нужны. Бывает, что самое основное, они просто не нужны. И точно так же, кстати, с программами, на мобильных тоже бывает так. Программы доступны, обновили, опять недоступны. Самая проблема основная, это отсутка оперативной подписи. Нет, это специальная размер. Давайте скажем. Для нас специальная. То есть подпись на кнопку, если она присунула, то обязательно сделайте подпись. Чтобы он внутри был ваш. Для нас он будет. Понятно. Спасибо. Еще есть какие-то вопросы? В процентном отношении это сказать невозможно. В постоянном себе. Будете лучше один раз увидеть, чем 10-100 раз об этом слышать. Я думаю, во время... Просили назвать программы. Я не помню, как расшифровываются. Ну, да, JAPS, поскольку JAPS, это не челюсти, я сейчас не помню. Я думаю, когда мы будем обсуждать образование, там перечень этих программ, некоторую характеристику тоже дадим. Хорошо? Все. Спасибо огромное, Андрей Леонидович. Спасибо. Во время перерыва вам можете подойти, посмотреть, еще раз проконсультироваться и так далее. Еще один ответ. Кто-то хочет из секционных сообщений. Кто-то заявлялся и не хотел выступить. Нет пока? В России. В России. Хорошо. Тогда предоставим слово профессору Александру Андрееву Александровичу, ведущий специалист России по дистанционному образованию. Александр Александрович, вам уже слово. Если будете изучать проблему дистанционного образования, поделитесь на акции, то ни одной работы не найдете где ссылки на работных праздниках. Поэтому сегодня у нас есть хорошая уникальная возможность услышать и услышать это лично познакомиться, и подружиться, и планы построить совместно. В Сейчас мы должны Ciao. Не, не, это не сможет�ть неспользоваться. Но здесь он антибиотик. Какая-то работа, мы должны задеть мыслить отсюда. Эстерина, например, я не знаю, мы можем судить, а мы здесь будем думать что-то показывает, а если вы думаете что-то такое будет, то это будет норклядно. А, вот там, получается, что-то. Так. Так. Спасибо. Это прекрасно. В этот раз предложение нам пригодится. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Андреев Александрович. Все сведения и контактные информационные обо мне вы можете найти на сайте. Я всегда открыт для общения. Прежде чем приступать к теме моего выступления, мне хотелось бы поблагодарить оргкомитет за возможность выступить на вашем мероприятии. Скажем прямо, я напрямую не занимаюсь инклюзивным образованием. И поэтому даже сейчас выступление двух людей показало или открыло передо мной такие проблемы серьезные, что все проблемы, которыми и бытовые, и житейские, и профессиональные, которыми я занимаюсь, показались мне ничтежно малыми. Так что я преклоняюсь перед людьми, которые занимаются, решают эти проблемы, которые существенно сложнее, чем то, о чем я вам собираюсь рассказать. Я буду рассказывать о МОКах. Вы знаете, в последнее время эта аббревиатура настолько широко вошла в нашу переход, что она даже не требует расшифровки. Это массовые открытые онлайн-курсы или дистанционные курсы. Вообще это амбициозный проект, который, в общем-то, 4-5 лет только серьезно начал обсуждаться научно-педагогической общественностью не только и мировой, и, в общем-то, в частности, у нас. Есть мнение, скажем так, что это МОКи помогут решить проблему и массовости, и доступности, и качества. И, в общем-то, серьезно занимаясь этим вопросом, я начинаю обреждаться, что многое из этого действительно можно решить. Миссия проекта действительно прекрасна. Я думаю, каждый из вас присоединиться к... может присоединиться или, по крайней мере, сочувственно отнесется к этой миссии, к этой задаче. Это создать курсы онлайн. При создании будут принимать участие лучшие представители научно-педагогической общественности и созданные курсы открыто выложить для использования всем, кому это потребуется. Я для себя это представляю, как некоторую ночь новая образовательная цифровая коммуникация. Действительно, вот эти принципы, которые привели нашу страну, к сожалению, к большим неприятностям, вот неожиданно для меня прекрасно стали себя проявлять в образовании. Это несколько, может быть, и настораживает, вот, но тем не менее, пока они действуют, и я думаю, что возрождение вот этого образовательного коммунизма приведет нас к успеху. В России этот проект активно обсуждается 2-3 года на конференциях научных. Это конференции вот Кранч, НОТВ. Если кто-то не успел побывать на них, они есть в записях, вы можете прекрасно, в спокойной обстановке посмотреть, поучаствовать в этих конференциях. Последняя выставка, Международный московский салон образования, он, по-моему, так, через одну строчку была, это была эта аббревиатура. Дело в том, что не только науки сейчас обсуждают эти вопросы, но и серьезно занялись им и Государственная Дума, Комитет по образованию, и правительство. Я наблюдал, так сказать, знакомился с соответствующими письмами, докладными записками к Медведеву и его команде. И серьезно этим занялись, естественно, уже после Госдумы, серьезно занялись и задумались над этой проблемой в Министерстве образования. Что для нас сейчас интересно в политическом отношении даже? Создан сейчас Совет по открытому образованию, мы уже вернулись к нашему родному министерству, и создана Ассоциация Российской национальной платформы открытого образования. Если говорить по-простому, то в сентябре созданная платформа будет заполнена российскими МОКами, и эти МОКи мы можем использовать не только для самообразования, не только в учебном процессе, для помощи в своем курсе, но и допускать зачеты-перезачеты своих студентов или желающих получить предъявивших сертификат по прохождению этого курса. То есть мы можем смело включать эти курсы вместо своих курсов для изучения своими студентами, вместо учебных планов, вместо тех курсов, которые у нас есть с вами. Безусловно, это большое политическое событие, вызывающее большую настороженность у педагогической общественной, поскольку многие педагоги воспринимают это как... просто аналогично тому, как, помните, может быть, в Англии лудиты воспринимали приход станков, скачи, действительно, мы с вами уже становимся не нужны. Если в приказном порядке, как мыслят наши руководители, нам будут заменять нас с вами преподавателем вот этими МОКами, то это, собственно, стоит... над этим стоит задуматься. И вот поэтому, поэтому я хочу, ну, как бы здесь просветить вас, в чем же здесь дело, что это такое, и действительно целенаправленно или бороться с этим, или, наоборот, принять и использовать для надлежащей эффективности, в учебном процессе использовать для себя. А для этого нужно знать, что это такое, как их разрабатывать и вообще как их использовать. Вот, собственно, этим я и занимаюсь уже последние несколько лет, и хочу вас тоже познакомить с такими выжимками. Мне кажется, что при изучении любого, любого, любую проблему нужно начать все-таки с истории. Коллеги, наша беда, знаете, мы не помним родства, вот, это приводит к тому, что все мы начинаем заново. Я убеждаюсь здесь вот на выступлении своих коллег, что действительно мы так все начинаем даже в вашем инклюзивном образовании. Каждый год все заново. Давайте посмотрим, что уже было. Я прошу обратить внимание на эти даты. Первые МОК появились в Штатах, восьмой год, и одиннадцатый год был назван годом МОК. Это интервал очень важен для нас. Посмотрите, если вам интересно, и мне кажется, это здорово, посмотреть документы, официальные документы, в которых описывается, так сказать, значимость или характеризуется МОКи для президента Обама. То есть вот реальный документ, который идет на стол Обама. То есть как готовятся документы для высшего руководства, для того, чтобы они приняли соответствующее решение. Здесь очень много людей, которые делают эти документы, оформляют их. И вот посмотрите, насколько, так сказать, или как правильно, может быть, а может быть и неправильно, оформлять документы для того, чтобы высшее руководство, которое в принципе не знакомо с тонкостями этих МОКов педагогическими, они могли принять правильное решение. Дело в том, что создание МОК обычно, вот принято, я обращаю на это внимание, что оно связано с именами. Вот здесь они перечислены. Те, кто занимался серьезной этой проблемой, они знакомы для вас. Но в то же время совершенно непроизвольно, когда я изучал вопросы, серьезно изучал исторические факты, работу образовательных учреждений по разработке, использованию МОКов, я обратил внимание на то, что, в общем-то, мы на много лет опередили их при разработке этих МОКов. То есть весь мир об этом не знает. Я отнюдь не считаю, что Россия родина слонок, но именно эти факты меня поразили и наполнили гордостью за то, что у нас такие, в общем-то, я в этом был убежден, лишний раз подтвержден, что у нас очень-очень-очень умные люди. Вот, я публиковал эту статью, вы можете с ней ознакомиться, это будет сейчас образование в России, в шестом номере, где я документально подтверждаю приоритет российских ученых и педагог в этом. То есть не американцы в 2008, в 2011 году, а еще в 2000 году, у нас уже работали эти системы. Давайте разберемся с этим понятием, что же это такое. Вот здесь очень плохо видно, но здесь вы лишний раз... Это очень популярная картинка, поясняющая, в общем-то, дающие основные характеристики массовых открытых курсов. И я тоже здесь привожу. Ну, здесь, в общем-то, по ссылкам, по стрелочкам показаны основные свойства MOOC. Ну, вы здесь видите, очень плохо видно, но я скажу, что это после расшифрует дальше. А вы можете потренироваться в английском языке, когда будет хорошо виден этот текст. Главное, что здесь слева написано два типа, X и C MOOC. То есть, вообще говоря, базовые типологии X MOOC. Точнее, MOOC. Это X и C. Я вот еще хочу сказать, что была польза когда-то от того, что я с вами говорю, что все руководящие документы вот оголтело, принимаются, и все пишут MOOC. Это совершенно неправильно. Их существует десятки типов типологии MOOC. Из них X MOOC и X MOOC основные. И все, о чем вы слышите, в документах уже сейчас принят. Это все X MOOC. И я ни разу не видел, хотя бы в скобочках, что вы имеете дело с X MOOC. Ну, давайте посмотрим такую небольшую характеристику X MOOC. Это, ну, они конструктивистскими MOOC называются, это не принципиально, сейчас не задумываюсь на этом. C и C. Вы знаете, я занимаюсь уже онлайн-обучением, реальным обучением, теоретическими исследованиями в этой области. И долгое время меня вызывало неудовлетворение тот факт, что я и все мои коллеги, обучая в новой среде, мы, ну, может быть, инстинктивно повторяем то, что мы делаем в обычном очном учебном процессе. Мы берем новые инструменты, автоматически переводим его, так сказать, делаем те же самые медоки, может быть, изменяем, в новой среде. Мне, в общем-то, я понимал, что это не так, что что-то нужно другое. Я долго ждал, вот, сам пытался сделать, но, к сожалению, ничего у меня не получилось, найти такие методы и найти вообще подход новый к обучению с использованием этих новых, новых технологий. Они же стоят в невидимой возможности. И, наконец, я просто был в восторге вот от того, что вот как раз в 2008 году наши коллеги Симпсон, Сименс и Дам именно как раз подошли и решили эту проблему. То есть, они разработали курсы, курсы, которые они обозвали, значит, СИМО, которые, вот, с моей точки зрения, они для действительно педагогических именоваций, которые мы должны изучать, вот, как наук, как наук. Действительно, после этого мы можем сказать, что действительно онлайн-обучение дает новый качественный скачок в качестве. Ну, посмотрите, вот, я несколько таких фрагментов выбрал, характеризующих вот эти обучения в этих СИМО. Цели слушателей выбирает сам и создает для себя персональную учебную среду. Вот где-то вы видели, вот, чтобы мы в наших курсах многочисленных, да, мы сами поступали на этот курс и сами себе ставили цель, сами выбирали те инструменты, в которых я хочу учиться. Представляете, какая свобода, да, это, естественно, и большая ответственность. Дальше, ну, свобода входа и выхода. И главное, что курсы все эти ориентированы на генерацию новых знаний. То есть преподаватель, вот, объединяя, работая вместе со слушателями, он еще даже не знает, может быть, что он получит. Это, понимаете, это совершенно необычно. Вы даже себе не можете это представить. Для этого нужно просто поучиться. Эта возможность, в общем, мне представилась у наших украинских коллег, которые, это единственное, по-моему, на постсоветском пространстве, которое вот лет пять назад, Пухаренко из Харьковского политеха, он организовал эти курсы, и мне, в общем-то, удалось поучиться. И действительно, я был просто в восторге от этой необычности, понимаете, от той свободы, которую я получил. Я думаю, что, ну, еще у нас, вы можете почитать мои статьи по этому направлению, у нас тоже Трафкин на Дальнем Востоке Иван тоже этим занимается. Есть такие примеры сейчас, но это энтузиасты, которые всегда существовали. А, в принципе, об этих СИМОКах забыли в 2011 году, когда началась вот эта, создалась, это возникла эта Курсера, может быть, так сказать, это только Курсера, Курсера, вот, понимаете, когда МОК, это, как раз, ассоциируется с Курсерой. Вот, когда стали задумываться о деньгах, объявили в 2011 году годом МОКа, и наука вся, и вот эта вся педагогика, она, они уже забыли. После этого стали, стали использовать использовать ИКСМОКи. Коллеги, мы как раз вот в части педагогики, в части таких инноваций, мы потеряли, конечно, многое, но зато здесь уже возникли мысли о монетизации, о том, как сделать больше, больше и больше. Так вот здесь эти ИКСМОКи, которые, на основании которых разрабатывается наша платформа, эта национальная, речь идет как раз об этих ИКСМОКах. Это опять то, вообще-то, что мы с вами делали и, видимо, в ближайшее время будем делать в своей основе. Это опять копии, копии с небольшими, конечно, особенностями, которых я расскажу, вот, того, что мы с вами делаем. Это вот цель, это автор курса, курсы разрабатываются, преподаватели, ну и так далее. Вот вы быстрее прочитайте, чем я буду сам прочитывать то, что написано на слайде. На некоторых особенностях, значит, я вам буду рассказывать дальше. Итак, коллеги, если у вас будет возможность, изучайте и смотрите. Если вам хочется действительно что-то увидеть, педагогические какие-то действительно инновации, смотрите СИМОКи, а если вот нас, нам предпишут особенно создание, в связи с созданием этой платформы, то мы будем заниматься и дальше ИКСМОКами. И вот я еще хочу сказать, я этим долго занимался, и вот делюсь с вами такими тоже данными совершенно новыми, и я их открываю постоянно. Это та область, в которой, в общем-то, ну, готовишься к каждому новому занятию, и вот тебе приходится все заново перерабатывать. Мой коллега Платонов, вот, он подобрал, провел такую работу из Бакадемии наук, где определил еще кучу этих МОКов. То есть, вот, это, это, вот, я еще раз обращаюсь, уникальные данные, в том, говорящие о том, что МОКов их колоссальное количество, что именно эти навязанные нам ИКСМОКи, это совсем не то, это лишь возможность, вот как нам приписывают, вот вы будете использовать эти МОКи, вообще-то, выбрасывая преподаватель, ставьте МОКи, и все. А МОК совсем имеет другую цель, понимаете, их много, это нам, наш инструмент, наших возможностей. Посмотрите, как американцы за рубежом используют их. И, естественно, появляются разные типы их. Ну, например, там, селекция, да, это, это те же самые курсы, но если ИКСМОКов там классические принимают все, кто захочет, не в зависимости от возраста, можно зарегистрироваться и начать учение. Здесь нет, они предварительно проводят тестирование, отбирают только тех, которые удовлетворяют требованиям преподавателя. СИМОК, это синхронизированные, то есть преподаватель обучает или очников, и параллельно они учатся те, кто, так сказать, или им не хватило места, они учатся на этом МОК. Он получил, типа, определился, как они определили как синхронизированные такой массовые курсы и так далее. То есть, видите, какая фантазия, ну, пожалуйста, используйте их, как вам удобно в своем учебном процессе, а не просто заменяйте свой курс на этот курс. Ну, даже локально и так далее. Вот, например, исследовательские курсы. Мы будем говорить об этих важном направлении наук, обязательно присутствии научных преследований. Они просто обучают с целью совершенствования учебного процесса, нахождения каких-то инновационных подходов обучают на этом курсе. Пожалуйста, они назвали их таким образом. Ну, и так далее. Их я поставил многоточие, можно познакомиться, и действительно здесь рождаются разные мысли по тому, как использовать или как можно действительно использовать их в конкретном моем курсе, так сказать, для улучшения его качества. Итак, забудем об этом, что я вам говорил, да, и вернемся к их смокам, которые вот, которые мы и будем заниматься. Их смоки, это, в общем-то, еще раз говорю, большое несчастье в том плане, что мы здесь повторяем то, что мы делаем в очном учебном процессе. Ну, тем не менее, здесь очень много интересных опять, и в этом можно найти много всего хорошего. Ну, во-первых, некоторые базовые такие принципы, подходы, которые, характеристики, скорее, которые, в общем-то, наблюдаются в этих их смоках. Ну, я уже не буду говорить их смоки, в общем-то, без этого их. Ну, общение бесплатно, добровольно, да, большое количество обучающихся, кстати, говорят у нас только об этом, обсуждают, вот там, учатся на курсере, чем больше, тем лучше, совсем не так, совсем не так, ну, есть ведь смол, они там учат, у них максимум 100 человек, там, и то хорошо. Свою группу я запустил, это уже мой мол. То есть, это то же самое, вот я хочу еще раз донести, не знаю, насколько это усвоить, что это обычный, не обычный, может, с какими-то особенностями, но это обычный онлайн курс, понимаете, и вот раздули здесь совершенно непонятность из этого. Инструмент курса сервиса интернета, виды занятий, лекции, особенности обсуждения, задания и так далее, это все мы делаем с вами и в очном варианте, или уже в дистанционных курсах, которые мы с вами уже много лет ведем, ну, и самое главное, что акцент, конечно, на самостоятельную работу, самоконтроль и взаимоконтроль. Формат обучения, вот здесь взяты основные цифры по курсеровским данным, вот, обучаются они там, видите, сколько до 10 недель, там, трудозатраты какие, обычно, статистически вот набрана, такая статистика, да, вот, на протяжении всего курса есть возможность задать, очень, конечно, я сам обучаюсь, в них, конечно, это проблематик, проблематичный, конечно, но тем не менее есть такая важность, да, и какой-то контроль в конце. Вот мне хотелось бы обратить внимание на то, что, вот, в конце концов, здесь все базовые педагогические элементы нам хорошо знакомы, и, в общем-то, ничего нового мы здесь не отметим, но тем не менее, тем не менее, важно это помнить. И, первое, вот, ну, что мы делаем? Представление учебной информации, мы так с вами так-то зарабатываем учебные пособия, так сказать, основа всего, вот, практически с практиками, да, задания, лабораторики, только здесь, они только будут виртуальные, в интернете, какие-то эссе там и так далее, контрольные мероприятия. Вот, второй и третий я бы объединил всегда, потому что трудно разъединить, но я, собственно, следую традициям, вот, делал второй и третий пункт отдельно. Педагогическое общение. Вот, коллеги, здесь, вот, именно то, по-моему, камень преткновения, ну, по крайней мере, у меня, я с многими коллегами, которые занимаются онлайн, именно здесь, как раз, касается российский менталитет, минимизирование вот этого общения. Если, так сказать, вот, на зарубежных форумах кипит жизнь при обучении, да, они не знают, там, как их остановить, то у нас на курсах повышения квалификации вызвать, на дискуссию, там, развернуть ее, это такие мучения, приходится использовать совершенно определенные технологии, приемы, которые, в общем-то, я, например, познакомился, обучаясь саму американцев, понимаете, действительно, они действуют у нас, но если вы специально не разогреете аудиторию для беседы, так и будет молчание, несмотря на важность этого обсуждаемых проблем. Ну и наука, вы знаете, вот, что мне по душе, что практически никакой курс зарубежный, в общем-то, он не делается просто для обучения, обязательно включены какие-то небольшие научные исследования, чтобы в дальнейшем его совершенствовать, сделать какие-то обобщения и так далее. Поэтому я вот выделил эти святые столбы, которые мы должны, так сказать, помнить, что они должны, вот я, если я смотрю на курс, то обязательно где ищу, есть ли вот, присутствуют ли вот эти элементы базовые. И давайте их пробежимся просто о них, если вы уже, я чувствую, по аудитории немножко устаете. Сейчас я... Нормально, да? Вот, давайте пробежимся. И я обращу здесь внимание на то, что меня вот удивило, и я хочу поделиться вот эмоциями в большей степени. Более подробно вы можете почитать в моих работах. Итак, лекции. Я вам сказал, что мы опять повторяем. Крутились, крутились, а опять, значит, используем как базовая доставка учебного материала, метод. Это лекции. Вы знаете, вот я взял у Норвига ссылку, обязательно посмотрите, вы получите колоссальное удовольствие. Там есть русские титры, вы посмотрите. Это как раз первый классик, классик XMOP. И я всегда его привожу, они вместе со своим коллегом, он известен во всем мире тем, что он сделал свой курс, на него впервые записалось Стэнфорд, профессор, на него впервые записалось, там, по-моему, несколько тысяч человек, и он как раз рассказывает, как они создавали этот курс, и я буду часто на него ссылаться. Это действительно у нас человек, как он называется, преподаватель простой, ему поставили задачу, давайте я обучу, сделаю, как он что-то придумал, и своими руками, своей головой сделал курс, который является по искусственному интеллекту, который является самым простым показателем. Итак, основа все-таки лекций, да? Действительно, с 14-го века, вот посмотрите, я взял его презентацию, это вот обучение еще как было у нас в 14-м веке, так и сейчас осталось. Ну, многие, многие, кто читал лекции, особенно, не приходится проводить занятия с магистрами, которые все работают, приходят устаршие, двое, еще в известные субботние дни, вот, и вот картина, она как была, в 14-м веке, ведь один спит, там двое, беседует, там, и так далее, то есть она не классически в основном она-то и не изменит, вот, и вообще это, по-моему, тот, не знаю, организационная форма проведения занятий, которая не меняется с 14-го века, вы знаете, что при советской власти в 30-е годы вообще их запретили, на несколько лет после опять вернулись, то есть ее ругают, в общем, много у нее недостатка, но тем не менее она такая же ручая и дошла, вот, даже до мокров, дошла обстоятельства, значит, в онлайн-обучении. Ну, здесь есть некоторые, некоторые есть, конечно, элементы новые, которые мы, в принципе, опять же, можем использовать и в традиционном процессе, и в учебном, и в онлайн, не в онлайн, а в онлайне процессе, в традиционном face-to-face, скажем так. Ну, теоретический материал вот здесь, когда мы представляем форумы лекций, это не просто лекции, как я вам сейчас, сколько, я сам говорю о принципе, как нельзя делать, а сам, собственно, это делать. Три часа. Это вообще невозможно нормально воспринимать какую-то новую информацию. Тем не менее, вот мы все пара, и хоть умри, будешь пара читать, и оплату тебе будет идти. Нет, вот именно это новшество, ну, не новше, господи, это все на новый, новый виток развития, ничего здесь нового нет. Вот, не больше 15 минут, максимум, максимум 15 минут, и после этого, так сказать, какой-то должен быть перерыв интеллектуальный, задать вопрос, или что-то, подормашить, ну, стряхнуть аудиторию. Вот я вас не трясу, боюсь, вы вообще-то развалили, что уже много, так сказать. Ну, в принципе, должен так делать. Короче, все лекции традиционно разбиваются на части, вот, после каждой части придумывайте сами анекдот, тест какой-нибудь, ну, чтобы, так сказать, люди чем-то занялись, кроме как слушать вас. Это прекрасно. И вот каждый, значит, каждой лекции, которая идет в стиле МОК, я так называю, она должна быть выполнена в таком варианте. Ну, у меня ностальгия по тому курсу, который я проходил в Курсере, вот, по фундаментальным основам онлайн-обучения. Коллеги, ну, у меня, конечно, осталось очень, очень ужасающее впечатление, чувство. Это хорошо, я прочувствовал себя, как учиться, вот, опять же, в онлайне. Вот, вот наша преподавательность, вот так она читала лекции нам, ничего особенного. Вот и все обычно, понимаете, вот это хорошо. И в то же время, вот, чувство, это чувство одиночества, заброшенности, я, значит, там, мне что-то было непонятно, я там содержно писал вопросы, вот, все указания, если что-то не получается, никакой поддержки, вот, только где-то в конце я нашел наших коллег нескольких, и начал с ними выяснять, что же от меня требуют, вот. но тем не менее, в общем-то, что-то, что-то получилось. Прекрасный, кстати говоря, вот учебный план, это вот нам надо иметь в виду, вы посмотрите, вот, это, идет по логии, основные понятия, да, обзор онлайн, компонентов курса, после создания этих курсов, да, обучение платформам, на которых надо обучать, и создание своего курса, когда-то уже, так сказать, почти зачетная работа, постоянное обучение, задание выполнения, то есть, все как обычно. Второй вариант, кроме лекции, и к чему лучше нет, еще раз, вот я хочу с вами поделиться эмоционально с вами, значит, чувствами, которые возникают, когда я смотрю наше указание опять в министерство. Все сейчас бросились, очень серьезные вузы, особенно кто участвует и в этой платформе, и так далее, спасибо вам большое. Вот, я не знал, как это сказать, чтобы поместить. Почему мы все ударились в съемку этих фильмов, в смысле, в лекции, в записи лекций, в разных вариантах и так далее? Я специально проводил исследования по разным вариантам представления учебной информации, и лекции занимают, ну, одну десятую часть, только с научной точки зрения. Тем не менее, все только думают, что вот обязательно нужно записать лекцию. И я хочу здесь, кто сидит из, никого и нету, из гуманитарной академии, из вашей, да, как она у нас называется, тоже академия, вот, и они тоже, я прекрасно, я посмотрел с дорожной картой, составленной запкапитой информатики, вот, по развитию вашей академии. И там действительно опять использованы МОКов, там, и так далее, и так далее. Мне кажется, вот они тоже пойдут тем же путем стандартным, опять будут записывать все лекции, потому что все, и томские университеты, и крупнейшие университеты, нанимают вот этих, например, закупают киносъемочную аппаратуру, нанимают сценаристов и так далее, созданы даже курсы в Скоку, не Скоку, а диджитал-автопр, там, на этой базе созданы новые курсы операторов онлайн, там, режиссеров, да, продюсеров онлайн-курсов. То есть, совсем уже забыли, что вообще что-то другое существует, что это не только съемка вот этого профессора, который, так сказать, должен читать лекции, там же еще куча других элементов учебного процесса. А представьте, какие миллионы тратятся на то, чтобы записать эти лекции. Это же получается уже фирма по съемке, но это Голливуд второй, понимаете, какие там стоимости, стоимость создания этого роликов и так далее, мучения преподавателей. Редкий, так сказать, человек, который, так сказать, выдержит вот съемку, когда на тебя направлены камеры. Попробуйте сами. Вот, тем не менее, с моей точки зрения, это ошибочный путь, понимаете, я его обосновываю. Хотя, в общем-то, я пока не нахожу отвлекаю. Итак, второй, почему? Вот второй пример, посмотри. Кроме записи лекций, даже, может быть, и дискретных лекций, да, второй путь, который, в общем-то, я его называю так, хановский метод, ну или скрайпинг, боксинг. Короче говоря, в чем суть, то преподаватель рисует, рисует и одновременно комментирует то, что он объясняет. Представляете, это мы опять вернулись к меловому периоду. Это и оказалось, что самый лучший способ донесения информации, это просто объяснение преподавателя словами, обращенными к тебе, и одновременно, походу, какие-то рисуночки делать, и так далее. И дело в том, что, ну, можно ругаться, не может, нет, но то, что вот Хан, сам Хан, это выпускник Гарварда, который использовал впервые этот метод для того, чтобы своих племянников обучить математике, и после понял, что это действительно здорово, и Билл Гейтс теперь финансирует развитие этого проекта, и там на опыте миллионов обучающихся по разным дисциплинам показалось, что это самое эффективное. У нас в университете, если профессор, преподаватель, он не использует эти презентации, вот эти костыли, да, вот, а стоит у доски, что-то пишет, он считался вообще изгой, он даже деньги не платили, если он не разработает все слайды по предмету. Оказывается, теперь давайте, так сказать, вообще опыт показать, что мы не правы были, что мы все это мультимедиа гнали, а оказалось, просто простой человеческий записанный голос с картинками, вот с этими рисуночками, непосредственность, с динамической, это самый лучший вариант. Здесь не надо обсуждать, это так, понимаете, опыт показывает, на опыте обучения миллионов людей во всем мире, показывает, что это так, то есть назад опять, а в принципе это нормально, да, развитие по спирали, помните, у вас, я не знаю, сейчас учат философию вообще, нет, вот нас, марксистско-лиминская философия, я ужасно был измором этой философии, и до кандидатских сдаешь, и там сдаешь, и здесь, вот, уже сил нет, но теперь я с задним честом понимаю, что там действительно, что это было, по спирали, да вот, и вот это разбитие по спирали, сначала полотнела доска, теперь опять доска, но теперь планшет просто, и стилус, вот и все, собственно, все то же самое осталось. Так вот, коллеги, значит, посмотрите, здесь есть русифицированные много этих лекций, я просто в восторге, посмотрите, очень грамотно, педагогически сделано, это небольшие такие фрагменты, лекционные, учебные, это скалуоков, скажем так, да, вот, посмотрите, это бекартовый координат, посмотрите, как грамотно, с педагогически, точно зрения, построен вот этот кусочек, я имею в виду, этот урок, маленький, мини-урок, здесь немножечко кортрета, декарта, небольшое введение, и вот, собственно, там плохо видно, но, короче, вот стилусом он рисует, так сказать, начало, поясняет, спокойным голосом, вот, и давайте так, может быть так, зачем мы все ударились, опять, в, говорить о съемке лекций. Итак, вот эти два способа, еще, ну, у меня есть целое, целое занятие по способам представления, по оценке их эффективности, представление учебной информации, и скажу прямо, что критика простого текста, уже его, как бы, малая доля использования, мне кажется, совершенно несправедлива, то, что мы не умеем писать, преподаватель большинству, вот, не означает, что эффективность, педагогическая эффективность текста, учебного, уже упала. То есть, вот, почему-то, вот, все читают, что мультимедиа, там, лучше, чем вы просто напишите текст, лекцию, обычную лекцию, текст, и господь вами, нет, мы просто плохо можем ее написать, а если талантно написать, это будет существенно лучше, чем какая-нибудь там даже супер мультимедия. Так что надо учить писать, а не заменять это лекциями, съемкой или лекциями, и так далее. Но это мое личное мнение. Итак, второе, практикум. Значит, здесь те же самые эссе, то есть, вот, все задания, они, в общем-то, мало отличаются, только они будут онлайн, да? И они в, в МОКах, они мало отличаются, чем от тех заданий, которые мы проводим в традиционных онлайн-курсах. И еще раз подчеркну, то, что мы с вами занимались, мы просто, это те же самые МОКи, с небольшими, с небольшими особенностями. Виртуальная лаборатория, ну, все то же самое. Ну, контроль. Опять вы видите, тесты, задания, ну, что. А, кстати, говорю, смотрите, когда я вам рекомендовал послушать вот эту запись выступления по поводу этого американского педагога, вот, там он рассказывает, как они создавали курс, понимаете, вот, простыми человеческими словами он вышел отца, рассказывает, как они угнавались, как они делали, какие, не только эмоции, а какие инструменты использовали для того, чтобы разработать вот этот вот металл, самый-самый образцовый МОК. И вот проблема, которую перед ним вставил, а я сейчас ее поставлю перед вами, попробуйте, вот, используя способ активизации вашей деятельности. Они задумывались, или точнее так, сделали пробное объявление, и к ним сразу записался тысяча человек. И они, значит, вот, загрустили, мягко говоря. Как нам контролировать вообще, списать тысячи заданий, проверить, что делать. Запаниковали, естественно. И какую вообще, вот, вы предлагаете, вы предложили бы, предложили бы, господи. Способ, значит, проверки вот этих тысяч заданий, а, как говорится, как и у нас, знаете, нагрузили вот тысячи, и никто тебе больше платит, и больше помощников не дали. Они вдвоем с своими, так сказать, коллегами. Да, ну, кто-то, спасибо, да. Вы знаете, они пришли вот взаимно оценки, да, пускай сами, сами студенты проверяют друг друга, а, казалось бы, слепой ведет слепого, да, вот, это несколько парадоксантов. Какая достоверность этой проверки, качество, вообще, можно ли, в принципе, так делать. И вот, мы, значит, сейчас вот это peer-to-peer который используют и наши уже все моки, вот, презентуем, как это вообще достижение именно вот этого момента. Я изучал историю этого вопроса и убедился в том, что, вообще говоря, это опять на новом витке, ничего нового. Еще был Ланкастер, был священник Ланкастер, значит, в вегетарианской Англии использовали этот метод. Понимаете, он разработан. Был разработан, и нешироко использовал, даже был Ланкастерский подход. В 30-е годы в Америке, дай бог памяти, тоже был использован подход аналогичный. То есть, ничего опять нового, понимаете, в принципе. Давайте, да вы, наверное, сами, я не знаю, каждый из нас, по-моему, реальный преподаватель, какой-нибудь двух-трех там отличников берет, они тебе помогают что-то там делать. Это же то же самое, как-то элементы, вот, используете того, что сейчас вот называется peer-to-peer в России. И они решили, и вот сейчас, в общем-то, основной метод контроля это взаимный контроль. Но это не означает, что ему просто вот сунули и давай проверять. Это колоссальный труд в подготовке руководства, потому как проверять, что проверять, и сама технология, то есть сначала дается контрольный вариант проверить, после, в конце концов, дается проверить на основании этой инструкции, самого себя оценить, и так далее. То есть, это сложнейшая педагогическая задача, которой сейчас все занимаются, и опять занимаются кому, кто как сможет. Понимаете, в Томском университете разработал такой алгоритм, в универсариях на нашем другом, тоже так подождало. Я всегда спрашиваю, а у вас есть какие-то данные, вы опробировали это сначала, прежде чем внедрять? Нет, это классика нашей российской действительности. Что-то придумал, врубил, и начинаешь обучать. И докладываешь на конференции, что, ну, действительно, может быть, это и хорошо, но где доказать того, что что-то другое будет еще, может быть, лучше, и так далее. Но, тем не менее, вот так мы делаем. Если кто-то знает статьи какие-то по этому поводу, именно статьи, а не просто заявления, что мы делаем так, а что же дальше? Нет, что, а какие алгоритмы рекомендовать можно другим преподавателям, которые будут или захотят использовать. Использование взаимооценки привело меня вот к, так сказать, педагогическому наручному увлечению к этим подходам, ну, просто не от хорошей жизни. Когда я в МКУ на факультете педагогического образования, меня нагрузили так, то есть вообще декан не понимает, что это такое онлайн-обучение, по-моему, говорит, ну, тебе хоть 10, хоть 5, но ты же тебе все равно, вот, и они нагрузили меня так, что это больше сотни студентов. Я уже просто, а у каждого нужно проверять задания, то есть, если четко подходить, то это мне нужно вообще сидеть с утра до вечера, проверять их задания, там, и прочее, и прочее. Естественно, начал изучать варианты облегчения себе жизни просто, вот, и обнаружил, что вот есть такие подходы, методики, и прочее, и прочее. Так что вот, так оно, наверное, всегда бывает. Проблема возникает, она обостряет ум ученого, и он вот ищет решение. Ну, а вторая, конечно, автоматизация. Вот мы начали с взаимооценки, естественно, автоматизация, но автоматизация на гуманитарных науках, конечно, она не очень-то действует, но прекрасно работает на тестах, прекрасно работает на практических заданиях по обучению, программированию, там, и так далее, другим точным наукам. Ну и общение, сотрудничество, то, что, в общем-то, они считают, я считаю, очень важным при обучении не оставаться одному, формировать коллектив и так далее. Вот, серьезных научных исследований я поэтому не нашел, опять только факт, что это хорошо, что, вот посмотрите, сколько здесь перечислили, форум, классический форум, который, в общем-то, вы знаете, с развитием сервиса ВЭП 2.0 считался вообще неприличным, а я общаюсь в форумах, как электронная почта, это архаизм, да? Тем не менее, мы сейчас опять вернулись к этим форумам, и все основные, вся жизнь проходит в форумах, понимаете? Вот. И здесь, вы знаете, действительно, я так сказал, жизнь бурлит. Студенты помогают друг другу, там, и вообще, в принципе, преподаватель уже, если вот все идеально построено, он только наблюдает, он только наблюдает за этим процессом, ну, и иногда вмешивается. А студенты сами друг другу помогают, вот, и даже это более эффективно, чем получить даже преподавателя. Кстати говоря, тоже обращаю внимание на такую тенденцию, называется даже в несколько статей «Дети учат детей». Тоже это направление очень интересное и необычное, да? Оказывается, действительно, в общем-то, когда ребенок объясняет ребенку или вообще сам, ребенок лучше понимает, для меня это тоже пока непонятно. Они друг другу лучше понимают, обучаясь друг другу лучше, только за этим надо следить. Это очень много исследования индийского, опять забыл, фамилию индийского ученого, он много рассказывает о том, что, о самообучении детей, вот, мне тоже это поражал, поражал факт, что они сами учатся, им дают интернет, и они сами-то очень-то обучаются и прочее-прочее. Тоже необычно, но из статьи наших отличных исследователи показали, что, в общем-то, действительно, отдать обучение в руки самих же обучающихся, это и не абсурд, в этом что-то есть, какой-то эффект наблюдается и за рубежом, и на наших примерах. читайте, вот наберите прямо в поисковике Светлана Павлова, вот, у нее как раз она этими вопросами занималась, и я вот все никак не займусь обобщением ее работ, она показала, что это прекрасные спорты, они учат себя, учат друг друга лучше, чем мы с вами. И вот, мы дошли до науки. Коллеги, я уже обращал внимание на то, что у них каждый курс сопровождается какими-то научными исследованиями, обязательно какая-то статья, и вот один из примеров, посмотрите, вот что я всегда жду от наших, вот почему-то сейчас рассвет российской экспериментальной педагогики, это 70-е годы, где обязательно там цифры какие-то были, фиктивно это или неэффективно подходят, вот, сейчас этого нет, только слова, слова вот хорошо, хорошо или плохо, ну вот посмотрите, вот, когда мне показывают такие результаты, где проводилась оценка, вот посмотрите, студенты оценивают, это по взаимооценке, по оси Y оценка студентов какого-то задания конкретного, да, а по оси X это оценка преподавателя, то увидите, в общем-то, корреляция достаточно большая, то есть все равно, что преподаватель оценивает, что студент друг к другу, ну вот это действительно можно уже доверять как-то и действительно, что заслуживает внимания этот подход. Ну давайте вернемся в нашу Россию на быстродальнюю и посмотрим, значит, что у нас делается с этими мокрами. Я еще раз, прежде чем, значит, говорить о России, напомнил, что делается за рубежом. Вот вы смотрите, значит, в Соединенных Штатах эти платформы, эти проекты можно так назвать, это они уже у всех на слуху, да, Coursera, вот EdX, Edacity, вот видите, сколько их там, Академия HANA, вот посмотрите, она вам очень понравится. Европа, кстати, сначала американцы начали, после европейцев подхватили, вот их две платформы, вот, University, сейчас, значит, с ними очень дружат Томский университет, они на этой платформе тоже включаются, Великобритания, Австралия, и китайцы, вот, знаете, они тоже не оставили в стране это направление и очень много разработали курсов. Но они почему-то очень плохо, точнее говоря, так, все иероглифы, только основные заголовки на английском, поэтому доступ к ним очень затрудняет. Итак, вот что делается за рубежом, а теперь повернемся к нам. Значит, вот я же занимался исследованием этого вопроса, поэтому первые шаги научного исследования это провести какую-то классификацию, разобраться с понятийным аппаратом и провести классификацию. Это первые шаги любого научного исследования. Ну вот, сейчас у нас так много этих платформ помогом, что, в общем, приходится классифицировать, то есть поставить себя в роль Карла Лемея, который бабочек там классифицировал, да, вот я тоже попытался сделать что-то похожее, вот, и вот единственное два основания, которые, классификации, которые мне удалось выявить, это наши, значит, коллеги с вами, они делали или сами все делали от начала до конца, или используют зарубежную платформу. Есть интересный тоже политический момент, кто, как, что делал. Ну, во-первых, вот наше знаменитое, знаменитое это мое открытие было того, иллюстрация того, что мы были первыми. Видите, там справа, значит, 2000 год была разработана вот эта система дистанционного бизнеса образования, которая действует до сих пор, весьма эффективно. Она была разработана на деньги московского правительства для того, чтобы стимулировать развитие малого бизнеса. Здесь есть курсы и по праву, и там стратегия для бизнеса, конкурентные способности, то есть все, чтобы эффективно работал малый предприниматель. или средний бизнес. До сих пор очень интересно так посмотреть все эти курсы, они бесплатны. Учебный материал представляется в виде текста с тестами, то есть самая, самая, что я знаю, примитивная педагогическая модель, но тем не менее она действовала и, видимо, еще будет действовать долго. Если вы хотите, хотели получить какой-то сертификат, то есть все бесплатно, записывайтесь, изучайте, получаете доступ. Если же вы хотите получить сертификат, то вам надо подъехать в комиссию, сдать экзамены и так далее. То есть то же самое модель, которая, если ты изучал в Курсере, да, и в других сейчас крупных, то есть основная линия монетизации всех этих онлайн-курсов массовых, это учишься бесплатно, но если нужна бумажка, изволь сдать экзамен и заплатить деньги. Главное заплатить деньги. Та же самая модель, оказывается, у нас была вот, значит, у нас еще в начале 2000-го года, она та же самая работала. Поэтому то, что Курсера там их, значит, дав на коле, основатель на всех конференций размахивает, значит, флагом, что они первые, что они все это придумали, что они запустили. Как всегда, понимаете, у нас сделали все на коленках и все, и не регистрировали ничего, ну и делали, делали, и работают, и работают. А там сразу все патентовали, разрекламировали, запустили и зарабатывали. Молодцы, ничего не скажут. Ну вот я рекомендую вам посмотреть наш исторический зафиксированный исторический факт. Что мне здесь понравилось, что в правом нижнем углу здесь основы гуманитарные знания. Казалось бы, казалось бы, зачем предпринимателям, торговцам, или вообще кто делает малый бизнес, зачем им, казалось бы, нужны гуманитарные знания. Тем не менее, да, действительно, это нужно, и это показано, что там немножко философии не дают, ну и чтобы совсем они не были счетоводами, такими грубыми предпринимателями. второй пример опять же нашего первого МОКа, плафорного МОКа, это национально открытый университет, Интуит. Здесь с ним знакомы в основном все те, кто занимается программированием, программным обеспечением, они, так сказать, очень любят, особенно любят его китайцы, поскольку здесь все бесплатно, вот, они везде там, здесь все исследуются, короче, здесь безрубежных студентов гораздо больше, чем даже россиян, вот, это говорит о том, что здесь что-то интересное есть, согласитесь, да, вот, какая педагогика, педагогика опять та же самая примитивная, понимаете, она так же, как и лекция, все ругают, а в своей основе делают все так, опять же, лекции, небольшие лекции, тестирование, после каждой лекции, подвигаешься дальше, ну, понимаете, это естественно, по-моему, самое простое, и, в общем-то, наверное, не так уж плохо, вот, здесь для методистов, педагогов, интересно, на основании опыта, разработаны рекомендации по длительности лекции, сколько знаков, даже, текст, это же фактически те же там текстовые лекции, понимаете, действительно, они провели статистику, выработали рекомендации для преподавателей, который будет писать эти лекции онлайн, не снимать вот эти многомиллионные, так сказать, затраты, делать на видео, там прочее, а просто писать текстовые лекции, вот, и их рекомендации, мне кажется, очень важные, посмотреть, как там это делается, трудозатраты, уже фактически, там и какие-то рекомендации по нормированию, и все это делалось, вот, собственно, за свой счет, и когда я подходил к ректору, он не к ректору, а шкрет, ну, типа Билл Гейса, знаете, человек похожий, вот, действительно, на человека, который, вот, окрылен идеей, не интересуют деньги, в этом свитере тоже ходят, вот, небрежно одеты, на всех конференциях, я говорю, Толь, ну, ты ходи, как там это, вот, ну, вот, и совершенно вопрос интересует, вот, а я ему говорю, а вообще, на что ты живешь-то, вообще, говоря, с 2000 года, и вообще, как вы зарабатываете, ну, последнее время он только стал задумываться, что, как это можно зарабатывать деньги, а так, в общем, узнал он и идеи, и когда я ему сказал, говорю, ну, я вот доказал, что ты первый был, ты, пусть, раньше был Курсера, вот, а там, понимаете, есть спорный вопрос, полмесяца, несколько месяцев, кто раньше, или Курсера запустился, говорит, ты вот запустился, ну, говорит, ну, и что вот, я не хочу даже брать патент, там, что, на что у меня готово будет, только в министерстве будут прошивать, вот, так что, они молодцы, тоже сделали, до сих пор, вследствие сколько времени, уже они на благо Отечества работают. Педагогик, еще раз, я же здесь все-таки просто рассказываю, по-моему, как здесь организован процесс, значит, это классика, классика, уже два, две платформы, это классика, значит, текст и тестирование. Ну, и вот последний крик наш, значит, это вот всего год назад, по-моему, где-то она организовалась, универсариум, это наша такая серьезная отечественная платформа для МОКов. Они разрабатывают серьезные курсы, преподаватели они приглашают из вузов, с ними взаимодействуют, небольшой инструктаж и вперед, значит, как здесь организован процесс учебный? А учебный процесс опять классика, точнее, не классика, а не классика, а именно они пошли по пути курсера, а что, как, значит, этим путем, это значит лекции, опять съемка лекции и какие-то задания там и прочее. То есть, они скопировали, всегда очень проще, просто, вы знаете, что мы атомные бомбы украли, там скопировали, там, моги, так сказать, и ракетные вещи, все мы начинали, мы это просто опережали, но начальный этап был, мы у кого-то что-то дали. Так и здесь, вот именно эти наши коллеги, они взяли, скопировали курсеру, вот, недолго я думаю, все эти приемы, а именно, что значит лекции, второе, вот как мы здесь рассказали, взаимопроверку, чтобы не мучить преподавателей, которые уже записали эти акции, и задания, задания, которые разработаны, но проверяются они студентами. Ну, то есть, это классика МОГ, классика X МОГа, это, значит, задания какие-то, которые проверяются сами между студентами, вот, и видеолекции записанные, причем серьезные записи с помощью операторов, приглашенных репетициями лекторов, там и так далее. Вот еще одна платформа, заслуживающая внимания, здесь две таких областей есть. Первая часть, это они записывали, раньше, раньше-то МОГа, эры МОГа, они записывали лекции известных преподавателей, и выставляли просто эти лекции, а теперь у них вторая половина МОГ, они, так сказать, в струе, не то захотели, не то заставили их так. Ну, короче говоря, с ними очень дружат Томский университет, и если вы посмотрите, то основные МОГи в них разработаны и вывешены Томичами. Томичи серьезно взялись за производство МОГов. Кстати, вот тот, кто здесь присутствует в нашей гуманитарной академии, у вас в плане уже стоит, так сказать, в этом году приступить тоже к разработке МОГов и помещению их на эту платформу. Значит, здесь, вот видите, даже я взял скриншот зарисовки в Сибири, вот первая гениальность одаренность и непосредственность, это курсы как раз чисто томские, и здесь большой интерес представляет подходы к массовому, к массовой перестройке университетских преподавателей и вообще учебного процесса к разработке МОГ. они, ну, прежде всего, они, значит, провели обучение преподавателя, преподаватели, все эти классики, вот те, кто, ученики, вот, организовали курсы, причем они эти курсы пригласили, можно было участвовать со стороны, чем я воспользовался бесплатно, это называлось школа МОГ Томского университета, вот я там получился месяц, получил сертификат и действительно мне было интересно многие вещи, как у действительно обычного преподавателя заставить, сколько заплатить ему, чтобы он особенно не отчаивался от новой нагрузки и так далее, какие подходы, это действительно большая школа для меня, хотя, в общем, никто с меня традиционные нагрузки не снимал, мне приходилось работать, как нам всем, в свободное от работы время основное, но тем не менее, в общем-то, я довел до конца, несмотря на слезы вопли родственников, получил этот сертификат, теперь я полностью подкован теоретически, а вы теперь скажите, сколько стоит приблизительно разработка вот этого курса, то есть вы читаете обычный курс, и вам приказывают перевести и сделать мог из него, ну то есть сделать онлайн-курс с такими особенностями, когда вы будете читать дискретные лекции, вас будут таскать вот в эту студию записи, и вы будете вообще, в принципе, вы будете актером, не только вы должны знать свой предмет, но и вы должны держаться перед камерой, освещение, припудрить носик, там и так далее, то есть все, все пройти, гримерку и прочее, прочее, видите, насколько сложно, ну так сколько? Ну, я бы стоимость лекции умножила на 5. Ну, не цифры умножать, сейчас вы меня будете заставлять сюда еще лучше. Не надо сейчас. Сколько, сколько стоимость, я не говорю, что преподаватель сколько получает, а сколько это обходится вообще? Обходится, да, я может быть, некорректно. 20 тысяч рублей, да, чтобы я разработал? Видите, мало, по крайней мере, по расчетам, лучше как-то по-богрски, или точнее говоря, наоборот, занижается, у томичей, по их расчетам, это около миллиона. Заснять лекции, подготовить задания, все это вывести, под ключ. Вот это, все затраты, это уже стандарт. Итак, коллеги, стандартная цена сейчас, это 500 тысяч или миллион. Традиционный курс, там где-то под 100, 100 часов, там, или немного больше. Вот, это, конечно, там разница, это разница какая-то есть, но, в принципе, чтобы представить, что это, вот эти массовые бесплатные, они бесплатно капают, для нас с вами, те, кто учится, а те, кто учат, и так далее, это колоссальные затраты семь. Не, ну, все рассчитали, я не знаю, это как раз вот, Виктор, может быть, вам интересно будет, эти все цифры, вот, сравнить себя, и вот эти вот, они сейчас как раз опубликуют эти данные, на вопросе. Ну, а сколько там достается преподавателей, у нас несчастных, вы можете, так сказать, представить, очень немного, да. Ну, вот, НГУ Ломоносова, они тоже всегда стараются быть, стараются быть впереди, а есть, тоже вы можете посмотреть, на этот очень классический, такой, знаете, немножечко вот, мудноватый лекций, скажем, потому что здесь они взяли очень известных профессоров, которые известны на весь мир, вот, и они, ну, вряд ли из них можно сделать с кемозвезду, там, какую-нибудь, вот, они читают очень так спокойно, немножко мудновато, вот, но тем не менее, в общем, содержание, конечно, достаточно неоспоримо, понимаешь, всемирно известные преподаватели. Вот открытый университет Егора Гардара, они по экономике, те, кто интересуется очень много, очень много бесплатных и хороших курсов, да, и так далее. Вы понимаете, вот сейчас я показываю, что это какой-то бум, что ли, моды, я даже не знаю, все обязательно делают их. Вот, те, кто занимается программированием, серьезно, этот тоже сайт, и вот, сколько я прям отъезжал, тоже новая платформа появилась. Педагогика у них вся одна и та же, еще раз говорю, здесь видеозаписи, какие-то задания, и даже вот здесь они почему-то даже не стали взаимно-проверку делать, видимо, для них показалось это сложно. И вот, обращаю ваше внимание к тому же сайт и проект, который меня, ну, как бы, опять я не сланяю с этим ребятам, это наша отечественная разработка. Это платформа, и с чем она интересна? Попробую, так сказать, сказать, с чем интересно. То есть, вы можете, у вас поучиться здесь, это первое, здесь курсы есть, дойдете, прям, выберите курсы, пожалуйста, записывайтесь и учитесь, да? А второе, вы можете сами разработать свой курс и разместить его на этой платформе использовать, и, может быть, кому-то он еще понадобится, вот, а можете его использовать и сами, в других местах, или как вам благорассудится. У нас, у нас еще есть мастер-класс, я покажу, так сказать, как его использовать конкретно, не просто словами, а то я вам порассказываю какие-то. Вот, мы с ним еще поговорим. Использование зарубежных платформ, это второй класс наших, значит, производителей этих моков, это вот вся классика Фистех, МИСИ, там, Санкт-Петербургский университет, МИСИ, Высшая школа экономики, вот все они, все они используют чужие платформы, то есть они используют свои мозги, вот, чужие разработки платформы, до этого все вот наши братья, которые сами делали платформы, и все, а здесь вот они решили пойти, так сказать, по стопам и размещают, размещают свои, размещают свои курсы или на University, или на Coursera, там и так далее, на всех известных платформах. В значительной степени сразу я скажу эти причины, в значительной степени это имидж, это имидж, первые шаги для того, чтобы разместить, там же светиться на мировой, на мировой арене, вот, это колоссальные затраты конечно денег со стороны рекламного университета, но реклама есть реклама, но качество, естественно, туда отбираются очень серьезные курсы, безусловно. Вот, мне хотелось бы сделать перед перерывом небольшое все-таки теоретическое такое отступление, может быть, его... Кратика работает, в 13 минутах здесь будет ученый совет, поэтому мы в 12, в 12 уже будет здесь, а потом обед, а после обеда у кого сладится сила, проблемы и так далее, в 15, это не будет в 15. То есть, сколько у меня времени, правильно, сейчас? Ну, еще 40 минут. Ну, тогда я пробегусь менее, так сказать, тем более, вы уже устали, понимаете, но вот я нарушаю все принципы, того, о чем я рассказываю. Ну, нельзя так мучить. Начальник говорит, что надо не уходить, а продолжать. Ну, что вы, вот видите, я так, как полковник в отставке не могу, так сказать, не подчиниться. такому прямому указанию. Итак, коллеги, немного теории, хоть, ну, это очень важно, такие выжинки, понимаете, я работал на, дошел до этого, в течение работы много лет, поэтому, мне кажется, хотя, в общем-то, я тоже сомневаюсь в этом, понимаете, может быть, это и не так, так что воспринимать, как мои предложения. Вообще, говоря, что такое онлайн-курс, действительно, надо было сначала сказать об этом, но вроде бы уже всем ясно и так, если вот так в упор спросить, а что это такое, 50%, если не больше, вообще не скажут, да, не имеют представление, что это такое, вот, и этого достаточно. С моей точки зрения, вот, с того, что какие-то здесь формализации, дело, что это описано, можно все-таки определить, хотя, вот, вы можете с этим и согласиться. Вот, посмотрите, что я придумал. Буду очень рад, если вы после кофе-брейта, а, нас не отпускает на кофе-брейт, да? Если сделаете рэп, сам-садрес, то вам лучше выступать. Понял. Ну, надо вырубить, или вы выступаете, или... Понятно, все. Так вот, значит, ну, напрягитесь немножко. Значит, это, посмотрите, как бы гениальное определение. Вот, он писает некоторую систему, обеспечивающую обучение в интернете. Это онлайн-курс, да? Что мы тут проще? Вот, и он состоит из электронно-учебно-металлического комплекса и плюс программное обеспечение, позволяющее обучение в интернете. Но основой, я называю так сердцем, мозгом, вообще-то в курсе является ОМК. В общем-то, это, я не думаю, что это может быть... А сам ОМК уже, переходим на следующий уровень, да, ОМК, то есть программное обеспечение. Программное обеспечение, если много говорит, это и ЛМС, типа МОГО, там, и так далее, да, это будут быть и сервисы интернета, ВЭС-2.0, там, все, что вам удобно, все, что вы сформируете для индивидуальной программное средство. Вот. Но сам ОМК, святая, так сказать, святая структура, это организационно-инструктивный блок, учебный материал, и вот так далее, практику, контроль общения и наука. Я везде не забываю науку. Вот. И если вы посмотрите, то, по оценке качества, я занимался вопросом, то первые, так сказать, притерии, по которым оценивается качество онлайн-курса, всех, еще раз говорю, вот, то в наличии вот этих блоков. Самый главный блок, вот сейчас нам некуда, так сказать, особенно учебный материал, самый, собственно, ну, теория, по-другому, так сказать, книжка сама. Вот. Надо просто это небольшое напоминание о том, что мы, вообще говоря, занимаемся МОКом и так далее, но это очень обычные курсы, и, в общем-то, понятно, как они устроены, именно их смотин. Что хорошее в этих МОКах? Ну, это, во-первых, формирование положительного имиджа, и взялись мы за это, и многие университеты именно за это, что дают такое, знаете, имидж. Сейчас, как вы знаете, эту платформу российскую формируют самые крупные такие УЗы, это высшая школа экономики, там, МГУ и так далее, они, так сказать, берут под себя все это, все это, с моей точки зрения, это неоправданная централизация, опять, сделают что-то и командуют всеми нами, но вот так получается, да, вот, теперь, использование МОК широко сейчас вот на практике, кто использует, эффективно использует, и вы можете использовать, это для профилитации абитуриенты. Коллеги, сейчас, если вы посмотрите вот на универсары и так далее, все курсы, и Московская авиационность, и все другие, они разработали свои курсы для того, чтобы привлечь к себе, опять же, интересы наркантильные, побольше абитуриентов, а для этого они разработали интересные курсы, именно бесплатные, там, рассказывают, что это за специальности, так далее, то есть это вот, это действительно очень важный элемент, который, собственно, вы можете использовать при разработке все методики МОА. Вот, самое интересное, что мы уже автоматически используем, уже преподаватель, который действительно болеет за свои курсы, это используем как дополнение к своему курсу, который я читаю, или очно, или онлайн какой-то, это прекрасный дополнительный материал, ради бога, там, вот как в МГУ, они дают просто получивший зачет, грубо говоря, да, если ты пройдешь еще какой-то дополнительный курс. Это сами придумали, сейчас это вот, нашло формализованную оценку в руководстве министерства по взаимозачетам, то есть вы можете пройти МОК в одном университете, там, и прочее, вам его перезачет в другом, а так уже, значит, на них не может не преподавать, если вам это и так вот используется. Ну вот, ну, естественно, когда вы там учите, хочешь, не хочешь, там, английский изучай, и на практике слушай, и так далее. Ну, и вот то, что сейчас делается, это перезачет, это, конечно, новшество такое, очень важное, но грозящие, но не преподаватель сокращение, поскольку сейчас наше будущее разработает прекрасно поучить профессиональную дисциплину МОК, и все, давайте обучать по ним. Проблемные какие вопросы можно здесь намечать, это, во-первых, ну, цифровая грамотность, понимаете, мы так забываем, что учиться, нужно, ну, максимум, минимум, вот с этим, цифровой грамотностью, уметь зайти, зарегистрироваться, прекрасно работать в форумах, там, и так далее, не задумываясь, уж, конечно, с такой, с таким качеством, что, чтобы не задумываться, заниматься обучением, а не думать, на какую кнопку надо, на таком уровне. Ну, мошенничество, особенно у нас, коллеги, это страшное дело, да, то есть, если мы ЕГЭс сдаем с помощью, там, теперь у нас миллионы, тратим, то, что, видео камеры, то сейчас, я думаю, что сведение, сведение МОПов, это опять, придумывать методы, чтобы удостоверять, что это не действительно ООО, понимаете, российская, да, вот, что именно ООН учился. Языковая барьера, ну, это непонятно, я уже говорил, да, ну, и преподаватель, коллеги, ну, мы не готовы, ну, если кто-то, я этим занимаюсь, да, профессионально, а уставник тоже нужно учить, чтобы он сам разработал, потрогал, все, ну, и нормативно-правовое обеспечение, как же это делать, самое главное, что никто никогда не помнит, как платить преподавателя, это колоссальный труд, учиться, тогда, да, ради чего, мы тоже боксим, давайте вот посмотрим, значит, массовые выводы, значит, это все-таки социально-педагогическое коллеги, это серьезный, понимаете, такой шаг, и как решать его с шагкой на голову, как вот сейчас решают в министерстве, конечно, нельзя, вот, и разработка использования, вот в чем я абсолютно убежден, что это необходимая компетенция преподавателя даже не для того, чтобы, я во второй части покажу, не для того, чтобы именно разработать МОК, его куда-то там повесить, тебе там дадут какие-то там 100-200 тысяч, а именно это совершенствование технологического мастерства, разработав МОК, вы можете считать, что это прекрасный онлайн преподаватель, значит, методические подводы, которые здесь, они прекрасно используются в обычном традиционном процессе, очном и особенно для совершенства на, я его называю, классическим млайн-учением, которое у нас существовало до МОК. И в связи с этим я разрабатывал, вот сейчас уже в сентябре запускаю, пуск по разработке МОК, их использование, фрагмент, которого я сейчас вам покажу. Будьте любезны, можно попросить вторую презентацию, там, МОК-2, МОК-2. Продолжение, вторая серия небольшая. Чем вас развеют, в момент, как раз, задать, нужно в этот момент задать какой-то вопрос, чтобы вы поднимали. Какие есть вопросы, вот к чему. Я совсем забыл, что я сейчас все в одну... О, спасибо. Ну, я как раз, вот так и думал, что вы наверняка... Можно повторить вопрос для трансляции? Повторить вопрос, конечно. Будьте добры, скажите, пожалуйста, какие существуют методы, чтобы зацепить аудиторию в форуме? Разогреть. Для разогрева, сейчас, конечно, я вам уже забыл, у кого-то несколько подходов. Самый примитивный это подставок. То есть, берешь преподавателя второго, или сам уже, ну, короче говоря, примитивы, чтобы кто-то начал беседовать, понимаете, как вот точка кристаллизации. Ну, начинаешь, и ты сам кого-то там, или кого-то приглашаешь. И прекрасно. Первый, второй, третий, я, они, как бы, начинают беседовать. Тут, пожалуй, самый основной пример. Ну, иначе, нет. Конкретно, понимаете, очень отрицательная, когда преподаватель конкретно задает вопрос, у тебя, ну, форум, товарищ Иванов ответь мне на такой вопрос, форум, он выбрасывал, что он с чего-то гермирует, или нет. Если после назовет вопрос, то все равно не будет выполнять это задание. Ну, сами, ну, здесь чистая, такая примитивная психология. Но самый лучший вариант, конечно, это вот кого-нибудь. Так, ну, еще какие вопросы? Отсутствие вопросов настораживает. Или, вообще-то, в принципе, я хотел здесь использовать... Все, секундочку. секундочку. Вот, я хотел провести здесь классику, вы, может быть, слышали, перевернутый класс, да, вот такой подход, на слуху не было у вас, да. Ну, короче, опять шумят тут все, это новация сумасшедшая, вот, везде ее внедряют. А именно в чем она заключается? В том, что онлайн-курс и все другое используется не в момент лекции. Ну, так, значит, я заранее даю вам все материалы, они висят. Я говорю, что пойдите, посмотрите, подготовитесь к занятию. На занятии я не читаю вам лекцию, а мы начинаем обсуждать. А заранее вы прослушали мои лекции где-то там и прочее. Называется перевернутым классом. Вот, я хотел здесь появиться, потому что мне действительно что-то исследовать. Думаю, сейчас мы с Бронисом-Бронисом вывесим тут вам все презентации и все прочее. Все равно, и почему, я не только на вас хотел все использовать. И что вы думаете? Я на этих, на магистрах своих пробовал. И что вы, ну, просто, 1% читает. Вот хоть, понимаете, приказывай, не приказывай, грози какими-то там карами. Вот. Ну, не успел я, ну что, а у меня там, вот, я не успеваю на работе там что-то. Ну, и что ему сделать? Вот, да, прошу вас, у вас какой-то вопрос. Там запустили уже, а то я же, о, господи. Ну, поскольку это будет стандартно, мне, чтобы выдавать удостоверение, мне пришлось написать 72 часа. Ну, в принципе, сейчас я вот буду говорить, вы даже можете, опять же, не могла однозначно ответить, зависит от первоначального, от студента. Лично я когда разрабатывал, то есть, ну, я всегда сначала на себе все испытывал. Мне заняло август весь. Вот. Я сам взял, зарегистрировался на платформе, и, что-то говорят, только уже подготовленное мое содержание. То есть, я, вот, кстати, эти преподаватели учат, которых готов свой курс. Надо так понимать, очный курс, он уже читает, имеет итог, он начинает только переделать его под МОК. Вот только так. За это, за переделку, ну, я думаю, что месяц. И каждый день, каждый день по 2 часа. Грунче, будь любит. Игорь Михайлович, Игорь Михайлович, инвентарно-педагогическую академию. Теперь, пожалуйста, встречалась у нас в практике работа с курсами, связанными с двигательной деятельностью. Потому что в физической культуре большой процент объема времени занимает демонстрация двигательных умений, навыков, которые необходимо потом и контролировать, преподаваться. Я встречал, да, очень много, пропускалась, просто за ненадобность. Это вот, мы читали такие культуры, уже и пускать, у нас есть просто так, и в чём-то культура, это очень сложно называть. Ргу в сит. А? Ргу в сит. Да, что-то там, под Москвой есть у нас. То есть, нет, я просто не говорю, это конкретно строительство. Надо просто подчетить, и следует вопрос. Я добавлю, вот на базе нашей платформы Роспартнёрства, как раз сейчас мы запускаем направление совместно с Академией физической культуры и спорта и в перспективе паралимпийский комитет будет задействовать. С областной? Нет, с федеральной. С Академией российской. А, с российской. Сейчас готовим просто предложение, а еще у нас ассоциации и федерации различные спортивные регистрируются и видеокурсы тоже собираются. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Основно. Не будет просто любой курс, который мне понравится, а после буду сам расправещать, сделать попытку размещения своего курса. Вот мне показалось, что этот вот методический подход этой бургазии к тому, что к входящему преподавателю, а там же не только преподаватель, приходит просто человек, который хочет преподавать или научить другим своему предмету. Именно вот так мы должны даже подходить к профессиональным преподавателям. Посмотрите, здесь есть разработан курс пошаговый. Вот он слева, не видно, там раздел первый. То есть они, есть разработан курс по тому, как разработать курс, который после будет размещен на их платформе. И причем вот здесь этот курс, он разбит на небольшие фрагменты, ну как в МОКОх обычно делается. И учебный материал, вот еще раз повторяю, никак я не могу добиться, чтобы меня услышали, что даже вот на таких платформах продвинутых, которые, в общем, самоокупаемые, они зарабатывают сами на это. И учебный материал, они учат, что учебный материал не только в видео лекции, понимаете, а в разных вариантах. И они, эта платформа предлагает вот учебный материал, сами, они учат, как надо делать. И учат тоже разными способами. Вот это прекрасное, там, а где вот у нас Юлия? Ну, сегодня нет, да, завкафедра. Нет, нет. Ну, вот, короче говоря, с такой же прической тоже. Она, она, значит, вот, нужно, мне сначала, это я как-то, знаете, насторожился, был лектор в таком костюме, и вот она читает лекции. Ну, после, нужно действительно, вот посмотрите, может быть, как она вообще преподносит материал. Какая же жестикуляция, ну, просто вообще превосходно. И некоторые, ну, разбитые темы по этому предмету, по обучению меня, вот, они представлены, есть такое лекция. И многие представлены текстом, о котором я вам напоминался. Не надо вообще все делать в виде. И некоторые варианты вот в таком виде, то есть преподаватель читает, а справа слайд лекции. То есть, ну, как я вот сейчас, надо снять. Вот такой вариант. То есть, приблизительно в пропорциях, вообще, в принципе, пропорции, конечно, делаются все-таки на видео. Не забывайте о другом. Ну, вот, что меня покорило, некоторые здесь расфиксированные есть, то здесь расписана дорожная карта курса. И тебя ведут, вот, первый шаг, сформулировать цель, ты сформулировал цель, следующий шаг, определял аудиторию. То есть, тебе задают такие вопросы, вот в интерактивном режиме, что ты сам непроизвольно начинаешь задумываться о том, как структурировать свой материал, который, у тебя есть какие-то знания, ну, ты должен их расположить или подогнать под эту схему. Вот даже схема, мне хотелось вообще сделать такой тренажер, взять у них, перевести полностью на русский язык, как сформулировать цель обучения. Все это. Ну, конечно, мне там не хватило курса. Я решил все-таки заплатить там, сколько, 38 долларов, сколько я нашел там курс, наш вот, Олег Кант, как бы, сделал курс о том, как делать курсы такие. Получился у него, заплатил ему, вот, он, с чего он все начинается, как ему заплатить деньги. Целый, целый раздел. Вот. И, я тоже очень полезный курс, вот, потому, как он его подготовил, очень короткие такие, вышинки просто, руководящие такие, руководящие. То есть, информация минимальная, то, что вот сейчас мучают вас, теория. Там, два-три слова теория, бах, какое-то задание маленькое, и вперед. Пошли дальше. Вот он, его лекции были в основном, слайд-лекция озвученная, такого типа, слайд этот, и он что-то говорил. Максимум, пять, пять минут, семь минут у него. Вот. В принципе, это вода. Вот и добавительная материя, волосы идут, если у нас что-то, уточнее какие-то моменты. Ну вот. И еще раз говорю, что то, что сделано там, вот эти вопросы, мне позволили, в принципе, полностью. То есть, я сначала, сначала посмотрел их руководство, посмотрел руководство вот этих товарищей за деньги, вот, и получился на каком-то, посмотрел, как там же бесплатно в конце года, и посмотрел, какой-то вот интересный для меня по тематике уже готовый курс. Этого достаточно, чтобы уже иметь представление, проектировать свои курсы. И мое впечатление, что вообще говоря, надо вот в таком стиле все делать, в МОПовском, все эти онлайн-курсы, ну, если, конечно, не ориентируются на какие-то руководящие документы, которые мы должны выполнять. Теперь вот как наша стыка, вот эта у нас российская платформа. Посмотрите, значит, вот главная страница здесь, и, как всегда, я для знакомств взял, записался на бесплатный курс. Записался я, а, ну, некоторые сведения об этой платформе. Это наша очень неожиданная для меня, так сказать, умницы наши программисты разработали. Настолько умные, что некоторые элементы этой программы взяла курсеры используют в своей платформе. Представляете, да, в какой уровень программистов. Вот. Ну и все, кто там, они очень демократичны, можно учиться бесплатно на тех курсах, которые там есть, и можно разрабатывать свои курсы и использовать их, как вы хотите. Ну, я записался вот на курс по основе ОГЭ, по математике. Думаю, что арифметика все-таки знаю, мне было интересно. Вот. И что он из себя представляет? Мне, наверное, не хватает времени. Вот смотрите, он выложен, все-все состоит, опять есть дискрет таких. Вот, смотри, сначала она читает каждый квадратик, это как раз вот этот модуль, маленький модуль, ну, урок они называют по-разному, шаг, степ, вот. И там она вот на первом шаге она рассказывает какую-то теорию, лекция. После она дает такое, типа, вот, хановский метод, она пишет, там, рассказывает, то есть, разные варианты представления, чем на информация. После дает тесты, тестирование, все разное, задание и прочее, прочее. То есть, классика, ничего особенного нет, но нужно разложить по этим кубикам, по этим стерям свой курс, понимаете, вот, в этом, собственно, задача состоит. Тебе инструмент дает, а ты там уже себе вниз. Что они хорошо сделали, коллеги? Если начать учиться, вот, берешь, входишь туда, есть у них свой обучающий курс, как у американцев. То есть, есть курс для обучения, вот, на этой платформе. причем, вот видите, как учиться в степике, да, и как создать свой урок на степике. То есть, этого мне хватило, этой информации мне хватило, а я скажу, прям, не хватило. То есть, мне приходилось писать письма, мне это непонятно, вот, я уроку много времени, вот, казалось бы, да, я уроку не первый раз, все не хватает таких инструкций. Ну, вот, они, эти два курса очень хорошо расписаны, какие кнопки нажимать и так далее. Что я сделал? Я взял свой курс, и тоже, вот видите, он представляет себе набор этих вот шагов, и каждый шаг это какая-то информация. Я взял, например, что я там сделал, записал, озвучил слайды, озвучил слайды, туда записал, и параллельно выложил текст. То есть, я так и написал, что вы можете посмотреть слайды, озвученные, или проскочить этот кубик и прочитать текст по тому же содержанию. Вот, ну, разработал несколько, потренировался сделать некоторые слайды, и получился такой курс, который, в принципе, мне позволяет, теперь, то есть, я теперь знаю, что мне делать, я знаю, какие-то трудозатраты, и потихонечку его туда, значит, продолжить наполнение с помощью этого инструмента наполнение курса. Он очень удобный. После каждого шага придем в форум. То есть, вот, студенты, когда будут тебя изучать, какую-то теорию, они могут не только тебе задавать вопрос, но и сами обсуждать. То есть, конструктивно интерфейс выполнен очень удобно, если кто работал с мудлом, ну, даже лучше, понимаете, к нему привыкает, так сказать, быстрее, и он сделан гораздо круче, понятнее, скажем так, на пролетарском уровне. Ну, вот выводы какие. Значит, по этим, вот, две системы, коллеги, решающие одну и ту же задачу, советская система, советская, российская система, вот, и их системы. Какое основное отличие? Более, конечно, тщательный подход преподавателя. Вот я там уже зарегистрировался, меня на крючок взят. А почему? Тогда вам требуется помощь, там. Почему вы, значит, кстати, там что-то сделаете, я проверяю сразу, то есть, отсылаешь, а они пишут, и так сделают что-то. То есть, такое внимание, знаете, даже немножко чрезмерное, потому что мне некогда, я так делаю, насколько мне. Вот, они все у тебя обхаживают, так и так и так. Вот. И второе, значит, отличие, более тщательно проработанные инструкции, все, у нас доавтоматизированы. Короче говоря, этот Udemy можно брать, как бы, методичку для наших преподавателей. Вот. И в то же время там можно зарабатывать. То есть, они предлагают, вы хотите просто выложить, и пускай он там висит, или вы хотите заработать. Давайте, зарабатывайте. Представляете, такая возможность официальная. Вот здесь я написал, монетизировать все свои действия. Пожалуйста, если вы считаете, что вы что-то знаете, что-то стоите, ну, закладывайте туда, а дальше уж пеняйте на себя. Эти курсы, которые там используют, они, ваш труд не пропадет, они автоматически переносят, и в Moodle, там, и в другую платформу, или вообще автономно используют. Вы получаете прекрасную площадку для того, чтобы работать и обучать. И ни от кого не завязывающие. И вот эти вот создания в курсе, это прекрасный тренажер. Это помог для того, чтобы действительно преподаватель научился создавать онлайн-курсы. Не обязательно МОК, понимаете, еще раз, МОК, это онлайн-курс. Вот, и такие, конечно, инструкции, динамические инструкции Udemy, конечно, прекрасно в системе повышения квалификации. Вот здесь информационное обеспечение, поскольку презентация будет в вашем распоряжении, здесь все, что я вам рекомендую почитать по этому поводу. Вот Саунг Хан там все рассказывается, то есть более подробно о том, о чем я вам рассказывал. Норвега, Питера, посмотрите, и так далее. Так, за внимание и терпение я вас благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще действительно минут вопроса? Да, вопросы, конечно, конечно. Я с удовольствием кого-нибудь послушаю, потому что мне так надоело в одну сторону. У кого есть вопросы, профессор? У Сталера, Дурейли. Не только у Сталера, у вас всегда вопросы. Да, спровоцировать вопросы. Мы сегодня в Дуре истреброва есть какой-то сборный дескт его интервью. Что такое? Да, это очень интересно. И там как раз есть про обучение детей. А, ой, спасибо вам большое. Это уникальная информация. Я подойду к вам и запишу. Потому что я на слух так не... Спасибо. Это еще много, так сказать, преподавателей сейчас как раз развивает это направление совершенно с моей точки зрения неожиданно, но очень эффективное. Он объясняет это, насколько принятый вопрос. Ну, в первую перестанку. Презентацию можно копировать? Больше? Нет. Третий серый. Третий Спасибо. Спасибо. Очень важный, важный, важный команд. Ну, еще что, все... Хотел добавить, вот, какие были у нас знания разработок платформы у нас, и в общем-то, через которые сейчас осуществляется трансляция, из нее, я вам попытаюсь расскажу, возможности разработка, министеризации, из нее, скажу, большим эффектом, чем на платформах Udemy, степик, полюберной платформы. Я бы с удовольствием подпишу. Я бы с удовольствием подпишу. Сейчас я жруду презентацию, благодаря вам. Я передаю вам свои здоровья, свои деньги. Я же и трансляцию не привлекаю. У нас еженедельно проводится трансляция. Продолжение следует... И там не привлекаетесь, там шернометный завод. Да, в трейлере. Самое главное, что он подходит, самое интересное, по-моему, первый шанс нужно дать название, чтобы он услышал. Да, но он заключается несложно, поэтому и не дать микрометон. Вы знаете, такой вопрос, это интересно, мне это так сложно. Да, но это микрометон. Да, я тут уже идем, наверное. А, смыть и мути. Это очень важный этап, который занимает, по крайней мере, меня, конкурсом, займем в полотенце время, дать правильное название, правильное название, чтобы и кодозойка была, и он будет продаваться, чтобы возвращение, да, чтобы замануть, спасибо, вот. Что-то такое, чтобы вы зацепировали здесь. И второе, а это, чтобы здесь, здесь, допродажная, у нас, видишь, как ты, где, или, 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 или назвать. Именно второе, это выбор корнин, они дают, нет, теперь их не дают, а юзерин, это колоссальный назвок, в банке, в картинах, и вот из них можно выбрать кто-то, кто с какими-то себя в честь себя. Вы можете, конечно, и сами нарисовать, и второе, это немножко так, не по кого делу, это не надо, не советую, понимаете, что он пишет, например, когда я учился у этого товарища, он пишет так, что вы можете брать пластовый инструмент, вот это, дает какие-то рекомендации, если вам не хочется это делать, дает адрес, вы можете обратиться к фирму, она за вас подберет, делает, следующий шаг, он объясняет, вы можете взять еще такой инструмент, вот, делает, делает, пояснение, там, да, учит, если вам опять, если заплатите, вот адрес фирмы, она вам все сделает, вы можете оплатить, создание его, в помощи, ну, Артур, это же менеджмент, да, это вы становитесь преподавателем менеджментом, ничего предоставительного нет, организуйте команду, и она за вас все делается, но вы его поводите, так-то все, да, вы не забыли, или опять там, коллеги, без подготовки, извините, зовут меня Шаховцев Виктор, я директор Института гуманитарно-правовых инноваций Международного университета в Москве, наш проект Роспартнерства как раз сегодня осуществляет трансляцию этой конференции, я хотел бы просто в первую очередь, конечно, Сан Санычу дополнить его набор инструментов нашей технологической платформы, так, а где будет следующий слайд, не делай, а следующий слайд, пожалуйста, ну вот, Роспартнерство собой представляет мультисервисную платформу, ну, все читали, читайте, наверное, я не буду прочитывать, или все-таки функции, возможности которой легко адаптируются под задачи любого бизнеса, в том числе и образовательного бизнеса, то есть вы свои знания, умения, методики можете с легкостью монетизировать. Каждую неделю у нас проводятся онлайн вебинары обучающие, каким образом работать на нашем портале. Вы зарегистрировавшись на эти вебинары проходите, ну, там, правда, надо два часа потерпеть, вот, послушать наших айтишников в чате легко и получается, да? В чате легко с ними переписывайтесь, если хотите, включайте видеокамеру, и как вот, если есть опыт работы в скайпе, вы точно так же общаетесь по видеосвязи без проблем. А? И даже нам доступно. У нас сейчас идет отдельная программа по усовершенствованию и адаптации нашей платформы под людей с ограниченными возможностями здоровья, но мы сейчас аккумулируем все знания, все рекомендации и максимально будем адаптировать платформу, и вот поэтому в первую очередь, конечно, мы с Бройс Броничем сотрудничаем вот по этой тематике. Дело в том, что мы до этого занимались еще общественной деятельностью долгое время и прививаем, так сказать, бизнесу корпоративную социальную ответственность. Вот, ну, давайте я порекламирую просто немножко распартнерство, потому что Сосаныч так очень вкусно рассказал про ОДЭМи, Степик, это все, конечно, они давно на рынке, но мы все-таки являемся российской стартап-компанией, и я бы все-таки надеялся, что вы предпочтение все-таки нам сделаете, поддерживать отечественных стартап, стартап-еров, вот, в их нелегком труде. Вот, на платформе вы можете создавать лендинг-пейдж, это мини-сайты, то есть без проблем заливаете туда свою информацию, фотографии, все, что считаете нужным. вебинарные комнаты, и самое главное, самое главное, это вы с помощью нашей платформы еще получаете возможность продвижения, продвижения своих услуг, ну, бизнеса, товаров, у нас есть там компании, которые рекламируют свои товары. Философия портала такова, мы попытались в одном кабинете, буквально в одной кнопке собрать максимальное количество сервисов, то есть интегрировать с другими, мы постоянно интегрируемся с другими компаниями, улучшаем, расширяем линейку услуг маркетингового продвижения SEO, рассылки, то есть постоянно у нас идет процесс наполнения системы от нужды пользователей. Что самое еще важное, есть возможность у вас смотреть статистику, анализ конверсии, то есть это такие технические параметры, по которым вы можете составлять для себя понимание, насколько ваши курсы интересны, какое количество людей участвуют, какие регионы, то есть это отчеты по ним предоставляют, то есть выкладывать отчетность, ну и продажи ледогенерации, это все страшные слова, это вебинаре все это можно посмотреть. так, 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 есть, вы сами выбираете необходимый набор функций и услуг, это ваш личный кабинет, где собрано самое необходимое современное решение для эффективного ведения бизнеса в интернете, организация онлайн мероприятий, вот сейчас живой пример онлайн мероприятия, нас сегодня смотрят порядка 25 человек, вчера 30 с лишним, вчера, то есть вот и у всех есть возможность присоединяться, причем нет какой-то проблемы как-то там регистрироваться, еще что-то, просто по ссылке переходите, забиваете, записываете свое имя или ник, под которым вы хотите это все смотреть, задаете вопросы, есть желание, я даже могу продемонстрировать это и если возникает желание что-то сказать онлайн, то есть также модератор может подключить камеру, подключить звук и человек из другого города, ну вчера мы с Казани по-моему с Казани вот с Казани продемонстрировали возможность системы, что еще а вчера был очень важный важный момент такой, что трудоустройство инвалидов мы на сегодняшний день прорабатываем вопрос и есть в общем-то несколько человек это студенты факультета дистанционного образования Московского психолога педагогического университета Бройнс Бронич которые будут сейчас проходят обучение вебинары просматривали которые будут в перспективе модерировать эти мероприятия вебинары и соответственно зарабатывать то есть сидя дома или где-то в другом регионе они будут получают в общем-то возможность зарабатывать что самое важное в этом вопросе то что не надо каких-то огромных средств на оборудование рабочего места то есть это стандартный набор ноутбук веб-камера и в общем-то знание работы системы проблем особых не возникает так ну это вот пример лендинг-пейдж воспользуйтесь самыми современными технологиями в области проведения вебинаров онлайн-профляции но это мы конечно усилием устраивайте систему регистрации продавайте билеты на свои мероприятия вебинары то есть тоже есть возможность продавать как билеты на онлайн мероприятия так и на оффлайн если у вас какая-то платная конференция либо платный какой-то образовательный курс оффлайн в каком-то помещении вы можете через нашу платформу точно так же билеты продавать и соответственно зарабатывать привлекайте больше пользователей используя инструменты SEO-продвижения анализируя данные статистики у большинства вузов ну как Александр Александрович сказал проблема ну это даже не проблема а в общем-то задачи по привлечению новых студентов абитуриентов и они в сети слабо представлены и вот наша платформа наш наш проект как раз и призван помочь им с SEO-продвижением с не только SEO-продвижением но и с продвижением в сети на разных площадках социальных сетях то есть у вас появляется дополнительная возможность к рекламе своих курсов своих университетов и причем это достаточно разумно я считаю деньги можете ознакомиться посмотреть сколько это стоит какие пакеты что в них входит в комплект да люди все прибавляют прибавляют вот ну в общем-то мы сделали такую заявку конечно что это такой комплекс на решении у которых нет аналога и это не громкие слова это действительно так то есть мы постоянно усовершенствуем платформу и на базе нашей платформы возникает все больше и больше сервисов и инструментов которые в том числе коллеги конкуренты уже потихонечку начинают так же использовать нас это тоже радует значит мы делаем это хорошо вот афиша событий календарь самых интересных мероприятий вебинаров образовательных программ телевидения ну это громко сказано телевидение но с другой стороны мы стремимся стремимся к созданию собственного телевидения уже сняли порядка 10 по-моему лет 15 сюжетов с профессурой с преподавателями с поучерами тренерами бизнес-тренерами там желающих было масса и постоянно поступают заявки на базе университета у нас есть как это называется студия телевизионная студия вот ну можно снимать точно так же вы на местах можете у себя снимать и выкладывать эти записи через свой кабинет через свой профайл ну и сеть партнеров возможность находить партнеров по бизнесу устанавливать связи с участниками внутри системы то есть это внутри системы возникает такая ну своего рода социальная бизнес-сеть что ли вам нет необходимости выходить куда-то там в контакт в фейсбуке то есть это внутри системы по работе вы точно так же есть возможности переписки обмен данными файлами ну я считаю это тоже удобно потому что все это конечно в едином концепте одной кнопки вот ну завершающий слайд присоединяйтесь роспартнерство точка ком будем рады спасибо так как уважаемые коллеги сейчас обед 2 часа 15 уписывание кроме того сертификанты будут 15 аудитории тоже после лета вот мы продолжим обсудить об этом программе по другим проблемам и так далее в течение вопрос будет продолжение с и не в трансляции пока просто получали там трансляция то есть после лета 15 аудитории приятно вам и 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 Спасибо. 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 Спасибо.